Добрый вечер Оксана, на самом деле ведь не в отставке, а в запасе вы, да? Да И на самом деле ведь ваш же статус, в общем-то, такой глобальный, поскольку вы были Мисс Вселенная, а Мисс Вселенная вы в отставке или в запасе? Как там получилось? Потому что есть разные какие-то версии Все-таки, ну, наверное, все-таки в отставке, в отличие от майора То есть не справились? Я Ну какая-то там вот история, всем говорят, ну как можно самой отказаться от такого титула? Сложно, так сложились, так скажем, так сложились обстоятельства, потому что, ну вот, я не знаю, боролись вот тогда две страны, Россия и Америка На самом деле Мы все время боремся, мы до сих пор боремся Да, и в моей душе было то же самое То есть я не хотела уезжать, я сказала, что если я все-таки буду весь срок до конца, то я остаюсь в Америке Потому что, естественно, уплывали из моих рук и учеба, и защита, и родственники, друзья все оставались Но в какой-то момент я поняла, что мне нужно сделать выбор, прерывать Либо я остаюсь и остаюсь в Америке, либо я, не дожидаясь конца срока, возвращаюсь в Россию Потому что чуть позже я бы вернулась в никуда Вот, и когда я поняла, что внутри встал такой вопрос, они это сами поняли, организаторы И вызвали меня на собеседование, я долго беседовала с Дональдом Трампом Где это происходило, в Нью-Йорке? Это происходило в Нью-Йорке, в Трамп Тауэр, на 60-каком-то этаже И когда вот я чувствовала, что вот эта мощная машина вот давит вот такую маленькую, маленькую, нежную, трогательную девочку Конечно, очень было трудно выстоять, но и в какой-то момент я думала, наверное, все-таки, ну, кто-то очень стремился к этому И так хотел занять первое место, и девушки А вы не стремились? Плакала, плакали Все-таки я стремилась, наверное, но немножко приоритеты и задачи были все-таки другими Поскольку у меня, кроме модельной деятельности, была еще другая жизнь И поэтому, вот на тот момент, и поэтому вот здесь как-то это не было для меня таким вот, ну, светом, что ли, в окне Ну хорошо, у вас звание было тогда капитан, да? Вам капитана сразу дали за... Нет, не сразу, у меня все по выслуге У меня тогда было звание точно капитана Да, но вы же понимали, что... Или буквально там через пару месяцев... Ну да, вот у Высоцкого такая песня была Капитан, никогда ты не будешь майором Вы же понимали, что там вот майором вы будете, ну, полковником, ну, генералом не станете А что такое мисс Вселенная? Это вот генералиссимус всех девушек всего мира На аудиторию, конечно, тогда я начала... То есть звание-то у вас было обо? Да Такое, неужели вот ни разу не пожалели? Жалеть, наверное, нет, потому что каждый человек делает самый наилучший выбор в данный момент И когда я понимала, что такой выбор мой, я помню, была интересная ситуация Вот как раз после этого диалога я закрылась в туалете Я сказала, что я сейчас буду пять минут Я там просто взяла полчаса и звонила маме, я звонила подругам Я... ну, сложно было принять решение, потому что пугали всевозможными судебными... Санкциями, как можно говорить, санкциями Санкциями, и что, в общем-то, меня накажут со всех сторон И, в общем, я ушла... Ладно, верю, что не жалеем Мы жалеем у нас просто по формату положено жалеть животных Да Мы кошек, да, пристраиваем в программе Но имени нет Имени нет Вот мы можем придумать и имя Ой Если вам придет в голову Она, вот я уже знаю, что она очень неспокойная Шустрая девочка, по всей видимости, да? Спасибо А вы были шустрой девочкой? Я была, да Да? Вы шустрой были? Три... как это называется? Три перелома, три шрама Правда? К учеников Ну да, в детстве была бойкой девочкой А вот просто потому что, насколько я знаю, вы в милицию попали случайно, потому что школу, в которой вы учили среднюю школу, на ее базе просто... Сделали милицейско-правовой лицей Да, то есть это специальность была Не то, что вот прям Педрова мечтала... Мне помог Господь, потому что я хотела уходить после девятого класса И для того, чтобы маме было полегче, я хотела работать и учиться Но вот жизни было так угодно, чтобы два этих года я проучилась там и выпускные экзамены, и стали вступительными в школу милиции А потом, когда я начала копаться в своей автобиографии, вернее, в биографии своих предков, я поняла, узнала, что мой прадед был начальником Псковской милиции в послевоенные годы Думаю, все-таки, вот как-то жизнь, она... Гены Гены Когда я переехала в дом, то почему-то она выбрала меня, очень ко мне привязалась И кошка обнаружила, что я беременна Первая, тогда еще сына Вот, первая беременна Вот, да, и вдруг, ни с того ни с сего, стала часами лежать у меня на животе Вот, когда я отдыхала, когда я читала, например, там, я все люблю делать на кровати или на диване И она вот ложилась ко мне на живот, растягивалась так И я не могу понять, думаю, что ж такое она чувствует И все время как-то она, ну вот, вокруг живота, кругами-кругами И так лапками мнет-мнет А потом, вот, когда уже стало известным, думаю, все-таки чувствительные они, кошки, существа Вот, хотя я в детстве очень любила кошек Потом был какой-то перерыв И после этого, ну, относилась к ним достаточно спокойно Но вот Багира все-таки второй раз растопила мое сердце После того, как моего первого котенка мама отдала одинокой подруге И я устроила истерику Я сказала, все, животных это не буду брать Переживания невероятные А вы часто устраивали истерики? Вы сказали, что устроили истерику маме Да, так, да, я устроила истерику В самом полном смысле слова Со слезами, с причитаниями Почему я не могу найти своего котенка? Ну, тогда мне было 7 лет Вот Такую капризную истерику Видел детские фотографии ваши в одной из передач Вы всегда были очень красивыми ребенками До того, как стали красивой женщиной Был все-таки период тоже Был такой период? Да, период формирования был Наше фотографии просто нет В сети Это какой-то подростковый какой-то был период? Подростковый период, когда был период созревания Конечно, угловатые неповоротливые движения Когда ты не знаешь, как правильно сесть, как принять положение Как начать говорить? Но были, были такие моменты У вас родители оба красивые И отец и мать Вот вы для себя когда поняли, что есть у вас вот эта сила Женская, что у вас есть вот то, чем вы можете манипулировать? Сложно сказать Но в учебе это помогало? Ну, в милицейском, на милицейском пути сложно сказать Потому что приоритеты другие были Все-таки на внешность никогда никто не ставил упор и не обращал внимания Мы были курсанты, и этим все сказано И были моменты, когда с нас снимали лычки И, допустим, за то, что мы в учебное время идем, например, в библиотеку Когда мы должны сидеть в аудитории То есть красота, как такового понятия, не было в школе милиции То есть вы считаете, что только в модельной вашей карьере вам эти данные помогали? Да, скорее всего, да В учебе помогал мой характер Мой характер целеустремленный И, как говорил начальник факультета Уже потом, спустя несколько лет он говорил Что ты всегда знала, что ты хочешь То есть у тебя была цель Не знаю, определенная или нет Но вот такое было ощущение Что ты знаешь каждый свой шаг следующий То есть идешь к своей цели А на самом деле я просто старалась хорошо делать задачи Которые были поставлены перед тобой в настоящий момент Ну вот, наверное, это выглядело целеустремленно 22 июля исполнился год Елизавете Андреевне Да? Да Ничего не перепутал? Нет Нет Очень легко запомнить в один день с принцем Да, да, да Вот, и это вы сказали, что вы всегда знали, чего вы хотели Вы тоже этого хотели? Я очень хотела Хотели, чтобы у вас были погодки? Мальчик и девочка Ну, почти погодки, в общем, на самом деле Получилось так, что почти погодки Март, да? И июль Март и июль Вот, буквально там год и четыре месяца Ага Ну, четкого такого плана не было В этом смысле провидцем оказался мой муж Который сказал, что вот первый будет мальчик А потом будет девочка Это когда он сказал? При первом же знакомстве? Нет, не при первом знакомстве, а за два месяца до того, как я узнала, что скоро появится Федор Вот, так оно и получилось Все-таки это какой-то такой очень сакральный интимный момент, который предугадать невозможно Поэтому я всегда этого хотела И на самом деле, мне кажется, что вот к вашему вопросу о красоте Вот она стала проявляться по-другому после того, как я почувствовала, что меня полюбил по-настоящему мужчина Ой, до этого вас не любили по-настоящему? Сложно ответить, но вот моя душа расцветать стала только с мужем Да? Да, да И вот как-то красота заиграла по-другому Она стала не только вот... Какая вы правильная жена, я просто вот, ну, вот, просто вот так на самом деле Она не статичная, она стала в движении, она стала как-то действовать, излучаться, чего раньше не было Вы еще и правильная мама, потому что я посмотрел, мы совершенно недавно блог открыли То есть у вас есть сайт, да, это же? Да, да Там вкладку блог Я посмотрел, что там такой мамочкин блог, и вы там очень, как бы... Делюсь своими советами, наблюдениями И вообще вы такое сетевое животное, да? Вы там в Фейсбуке представлены Вы сами это делаете? Я бы сказала, сетевой человек, все-таки до животного мне еще далеко, потому что... Хорошо Так сказать, пройти стадию динозавра, вот, и более цивилизованному человеку То, что касается вот всех социальных сетей И совсем недавно я так стала активничать И, наверное, этому способствовали вот спокойные дни, когда я отменила работу, вот, находилась в положении И было время разобраться, что же все-таки там происходит Как это влияет На самом деле это очень интересный мир, но самое главное, чтобы он не начал тебя пожирать Вот здесь нужно быть очень осторожным Пока удается как-то, вот, использовать его возможности в нашей жизни, потому что это очень помогает И вы стали, если уже вы про сеть начали разговор вести, стали лицом ПГУ Да Расскажите, что такое Портала городских услуг Расскажите про это Это Замечательный портал, потому что Насколько Я сейчас могу оптимизировать свое время и свою жизнь Это необходимо крайне, особенно В наше время скоростей И Нужно как можно Меньше времени тратить на всевозможные оплаты На всевозможные очереди И, конечно, вот, портал городских услуг позволяет мне очень быстро заплатить за квартиру Оплатить штраф, который тоже не исключен в нашей жизни Вот, совсем скоро Федор пойдет в детский сад И так через этот портал я тоже записывала его в детский сад Вот, так что, действительно, вот, при правильном использовании, вот, социальные сети и сайты Очень помогают сократить время и сделать удобной, комфортной жизнь человек Вот, ну и поскольку Почему я стала лицом? У нас вообще хорошая компания Да Анфиса Чехова, Ирина Слудская Да, 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 я заметил, да Да, хорошая компания Мы недавно сняли видеорекламу И правительство Москвы очень сильно меня поддержали в тот момент, когда я праздновала свое 35-летие в Кремле Я делала благотворительный концерт от своего фонда И когда я получила уже предложение от них, я не могла не согласиться Вот, и мы очень дружим Вот, и я надеюсь, что наша дружба будет крепкой и долгой Вот, и на самом деле это очень удобно И можно записаться к врачу И заплатить за электроэнергию, за воду В общем, людям только нужно чуть-чуть затратить свое время для того, чтобы все-таки разобраться Как это работает А потом пойдет все как по маслу Ну, я, кстати, опускаю совершенно очевидную свою реплику, что вы упомянули 35-летие, что не может быть Это по умолчанию Ну, я уже так думала, все-таки будет этот вопрос Все видят, что не больше 25-ти Вы упомянули штрафы Вот я не могу поверить, чтобы Оксана Федорова платила штрафы какие-то Платила, и нет Ну, как это такое может быть? Ну, как это может быть? Я не понимаю, кто этот человек? Бывший милиционер, но, тем не менее, бывает, что сейчас у нас же система налажена мониторинга везде камеры Ну, эти вопросы, наверное, тоже решаются на вашем уровне, нет? Нет Здесь я законопослушный гражданин Получил бумажку, будь добрый ее оплатить Так, а человек Андрей Бородин, он тоже не может эти вопросы решить так, чтобы его жена вот пользовалась порталом, но вот чтобы штрафов не платила Неужели это не решается? Ну, это нечестно А, понятно Да, я как сотрудник понимаю, что все-таки стараюсь не нарушать, но иногда бывает, что просто не замечаешь, что стоянка здесь не разрешена Я, кстати, прочитал в вашем блоге, что вы уже начали коллекцию музыкальных инструментов собирать для своих детишек Да Что у вас там Ну, детские Нет, ну, там написано, что два рояля, один детский, а второй-то вполне себе настоящий Да, мы очень хотели рояли, вот искали И вы музицируете? Нет? Хотим научиться Нет? Иногда, да, чуть-чуть Так Вот, но я жду, когда Федор проявит желание, и у нас есть задумка выучить какое-то совместное произведение с мужем для друзей Ну, не знаю, может быть, мы произведем То есть Федора Андреевича готовим не к военной все-таки службе, а в шоу-бизнес Да Нет, я думаю, что нет, этот, он не проявляет особого Не, ну, два года что он может еще проявлять? Но все равно закладывается, кто его знает, мы стараемся, чтобы он был спортивным мальчиком, как минимум Прививаем вот дисциплину и спорт Как два года можно это прививать? Очень просто, личным примером Ага, понятно Вот, смотри, как папа отжимается, смотри, как мама отжимается, качает пресс И ребенок, считая, что родители, конечно, на сегодняшний день для них, для него авторитет, начинает повторять Но что интересно, то, что у него не получается, он больше не делает Один раз я его застала, что он зашел за уголок и пробовал В два года ребенок пробовал то, что у него не получилось самостоятельно, когда его никто не видел Не знаю, как насчет музыкальных инструментов, но в вашем блоге я видел фотографию, где он за рулем Вы знаете, да, о чем я говорю? Да, да Ну, сейчас очень много детских машинок и нам подарили Ага Тогда я его посадила и говорю, Федя, давай сделаем фотографию Вот, но он как-то не полюбил машину Он любит машины технически Бетономешалка, мусоровоз, КАМАЗ, трубоукладчик, самосвал Не пойдет в шоу-бизнес? Вот, нет, я думаю, нет А когда я просто иногда провожу такие эксперименты, спрашиваю у него взрослые вопросы, на которые, конечно же, осознанно он ответить не может Я говорю, Федя, кем ты хочешь быть? А он мне ответил, солдатом Я говорю, интересно, где он это услышал? Может, он маму в форме видел? У вас же висят, наверное, фотографии нет? Угу И потом я говорю, а что делает солдат? Он говорит, марширует Я говорю, только не забывай, солдат еще и Родину защищает Вот, не знаю Хотелось бы, конечно, чтобы мужчина Чтобы мужчина был мужчиной Придумаем ей имя, прежде чем перейдем к финалу Ничего вам в голову не приходит? Если вы ее назовете, у нее же сразу появится Маруся Маруся, да? Хорошо, заберите, пожалуйста, Маруся А можно мне потрогать, взять на ручки? Да, можно, да, пожалуйста Нет, нет, я Вы сидите, да Какую сладкую Да, а я пока вы трогаете Маруся Маруся Объясню вам, как мы заканчиваем передачу Мы играем в правду Да Здесь есть четыре книжки разных цветов И карточки с группами вопросов Здесь вопросы на подумать, откровенные и неудобные Есть еще свободные вопросы Так Маруся у нас играть не будет Да, смотрите, какие красивые лапки Здесь беленькие и здесь беленькие Передние и задние лапки Смотрите, какие красивенькие лапки Да Все как надо Сразу видно, что настоящая девочка Марусенька Трехцветная, счастливая Бойкая Да Будут у нее чувства и переломы Если бы не Багира, конкуренции бы тебе не было, моя дорогая Я думаю, мы ее присылали Обязательно Все, у нее жизнь удалась Аккуратненько Жизнь удалась Ее поцеловала Оксана Федоровна Не вселенная Да Семью Так Все кошки удивительные животные Красное Вот, это вот такие вопросы Какие? Ну, вы сейчас увидите Любую доставайте красную Вот эту, да? Ну, любую, как бы Да Откровенную, да Да? Зачитывайте Когда-нибудь корили своего партнера за то, что он зарабатывает недостаточно денег? Нет Никогда? Нет Да? Нет Ну, за что он корили вообще? Если честно, мужчину нужно хвалить Ну, это понятно, что его хвалить надо, вот когда в эфире надо хвалить, а дома-то вот по родину не доставалось никогда? Нет Так Какой счастливый человек Нет, наверное, нет Мужчина для меня всегда прав Даже если на первый взгляд это не так Дальше Желтая Любую желтую Так Вы когда-нибудь говорили, что современные модели слишком худые, хотя внутренние завидовали им? Они вам нравились? Вот этот вопрос точно не вселенная, но тем не менее Неловкий вопрос Я говорила, что современные модели слишком худые, потому что принимала участие в передачах по поводу анорексии Это действительно большой пич для наших девочек, но всегда подразумевало то, что моделью невозможно стать, ею надо родиться Последний, третий Но с худобой боролась, честно Голубая на подумать, да, полный ассортимент Вам иногда кажется, что вы умнее большинство ваших друзей Честно, да Ну наконец-то вот кто-то ответил на этот вопрос честно, потому что социально одобряем является ответом Да нет, конечно, но ваши друзья вздрогнуты Некоторые Но бывали, конечно, и вот здесь корректно Иногда кажется, иногда это не всегда И кажется, но может всякое казаться Но хотя иногда честно кажется Да Да простите меня, мои друзья То, что вы эффект не всех друзей, в этом-то сомнений нет Потому что вы сертифицированы просто вместе с вселенной Это гордыня, это эгоизм, я знаю, но Борюсь Я дарю вам эту книжку из серии 24 кадра правды Про женские истории Вот, потому что у вас потрясающая женская история Надеюсь, когда-нибудь мы побеседуем с вами Про вашу женскую историю тоже Большое вам спасибо Ты Да, ух я И ух вы Вам творческих успехов А вам счастье, потому что оно у вас есть Что вы дарили счастье людям Вот, вот так вот Спасибо Потому что у вас точно есть Вот так вот мы прощаемся Спасибо Спасибо, дорогие друзья Спасибо Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо 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 Спасибо